Снять счётчик для проверки газовщики пришли к полуговцу Александру Куцому. По словам мужчины, счётчиков взамен ему не предоставили, ссылаясь на то, что в обменном фонде их нет. Александр подписал акт об отказе. Вскоре пришла платёжка с суммой в 11 тысяч гривен. Моя жена могу показать книжки, оплатила, 15, кажется, августа, оплатила их же счёт по счётчику. И после этого приходит мне вот за этот же августелкой вот такая сумма. На такую сумму напалить мне надо 5 лет. Получить разъяснение в полуговском отделении Запорожгаза Александр не смог. Его направили в Ореховский филиал. Но и там ситуация не прояснилась. Туда приехал, зашёл к начальнику, он мне начал тоже говорить. Вот вы подписали, фактически моя глупость, что я подписал вот это так. Люди говорят, не против отдать счётчик на проверку. Однако в обменном фонде Горгаза счётчики взамен предоставляют не всегда. Есть выход – покупать их самостоятельно. Но работники газовой службы требуют приобретать только мембранные счётчики и почему-то только в пологах. Под такие приборы владельцам счётчиков роторного типа приходится переделывать разводку труб. А это дополнительные расходы. Покупайте сами, работы обплачивайте сами, всё сами. Стоит этот счётчик 1200, хотя польский счётчик Метриксу в Ореховске стоит 950 ревен. Здесь только покупатель всё. Ставить такие счётчики на каком основании? Если у нас в проекту стоят счётчики G4, то есть они нас заставляют ставить... Совсем другое счётчики. Совсем другое счётчики. Конечно. Проверка счётчика иногда длится полгода. Купленные за свой счёт роторные приборы, по словам пологовцев, газовщики не ставят. С завода «Арсенала» нам прислали, что у нас годный счётчик. Проверили его и справили. Мы точно так же самым. И назначе не хотят ставить. Ну а что кажут? Чего он здесь там? Уманы на хате. Не проходят. Их не нормы. Запорожгази утверждают, можно эксплуатировать счётчики и мембранного, и роторного типа. А большие суммы в платёжках пологовцев объясняют нарушением закона. Долги людям были начислены в связи с тем, что они отказались предоставить доступ к своим счётчикам для снятия их на плановую поверку, что не соответствует требованиям постановления Кабинета министров 2246. Согласно закону им было начислено штрафные санкции, которые в данный момент людям ещё не оплачены. Отказаться человек, согласно закону, может лишь с 1 января 2016 года. Подписав акт-претензию, абонент в течение 20 дней должен обеспечить доступ газовщиков к счётчику для демонтажа. Но о штрафах при невыполнении этого условия жильцов не предупреждают. Взяли телефон, мы вам позвоним. Это мой телефон, личный телефон. Никто мне ничего не звонил. И вообще для людей должны быть распечатки, начисления, чтобы человек мог проверить. Обзванивать всех абонентов, заявляют представители газовой компании, они не обязаны. В акте претензии, который подписывает абонент, указана ответственность за нарушение. Сообщают в документе и о дате проведения заседания по рассмотрению акта. Если счётчик сняли, а в обменном фонде предприятия прибора нет, оплату начисляют по норме потребления. На сегодняшний обменный фонд у нас есть, поэтому говорить о том, что нужно, отказываться нельзя. Купить счётчик можно в любом магазине, однако проверить его можно лишь в Запорожгазе. Получить распечатку своих начислений, уверяют в компании, можно в любом филиале. Впрочем, пологовцу Александру это не удалось. Двух экземпляра, как обычно, должны печать поставить, подпись, что от меня приняли заявление. Он отказался. Сейчас пологовцы готовят письменное обращение в кабинет министров. Дмитрий Злачевский, Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологи, ТВ5.